4х4 ATV В 2014 году в Чехии прошло мероприятие Jeep Experience, призванное показать способности автомобилей марки Jeep. Специально для этого события была создана металлическая рампа сложной и опасной формы, получившая название Brute Monster. Ее высота составила 8,1 метров, что на тот момент сделало рампу самым большим препятствием для транспорта из когда-либо построенных человеком. Само собой, для ее покорения не подошел бы обычный автомобиль. Квадроцикл повышенной проходимости, который вы видите на своих экранах, создавался специально для этого челленджа. И все же даже ему не удалось покорить столь экстремальную рампу с первой попытки. Аркимота Ротста Запатентованная трехколесная электрическая платформа. Низкий центр тяжести, двухмоторная силовая установка, а также сиденье и руль с подогревом – все это про Ротста от американской компании Аркимота. Транспорт проектировался, чтобы дарить своему владельцу удовольствие во время поездок на природу. Он разгоняется до 120 км в час и способен проезжать на одном заряде до 160 км. Цена начинается от 23 900 долларов. Хайдрофлайя Этот удивительный водный транспорт является результатом многолетних исследований и разработок. Хайдрофлайя дарит уникальную возможность парить над водой и испытать совершенно новые ощущения. За пределами воды Хайдрофлайя не занимает много места, удобен в хранении и транспортировке. Работает транспорт абсолютно бесшумно, мощности электродвигателя в 5500 Вт достаточно, чтобы развивать скорость до 55 км в час. Зарядка длительностью 3 часа даст возможность кататься в течение 120 минут. В качестве материала корпуса выбрано углеродное волокно, благодаря чему вес транспорта не превышает 35 кг. Аросна и Трейс Чтобы привести в движение этот транспорт, не понадобится ни топливо, ни даже электричество. Вместо этого и Трейс от французской компании Аросна получил набор педалей и едет за счет силы человеческих ног. Но об усталости можно не волноваться, и Трейс – зимний вид транспорта, и скользит по снегу он практически без приложения усилий. Ощущения от катания при этом максимально приближены к скольжению на санях. И Трейс развивает скорость до 25 км в час, он полностью бесшумный и на 100% дружелюбный к окружающей среде. Высокую стабильность и безопасность езды обеспечивают сразу три точки опоры. Ну а если крутить педали все-таки стало лень, можно воспользоваться электромотором. Заряда аккумулятора при этом хватит на 45 км пути. Арктрайк Конструкция данного транспорта была спроектирована в 2013 году, после чего инженер начал активно искать инвестора для запуска серийного производства. Но ему это так и не удалось, так что Арктрайк существует лишь в количестве пары экземпляров. Это моторизованный трайк, который для движения использует комбинацию силы электрического мотора и энергию от вращения педали. Из примечательных особенностей можно выделить низкую посадку, переднюю подвеску и предельную скорость движения, достигающую 75 км в час. Продавать свое детище разработчик планировал по цене от 5300 долларов. Электрик кар K5 Следующий транспорт, о котором мы поговорим, представляет собой самый дешевый электрический автомобиль в мире. Китайский бренд Riegel Raptor Motorsco собирается продавать электрик кар K5 по цене от 1900 долларов. За эти деньги покупатель получает крохотный, но вполне функциональный транспорт. Двигатель мощностью 800 Вт позволяет развивать скорость до 40 км в час. Запас ходу достигает 66 км, а аккумулятор емкостью 2,7 кВт-час может быть заряжен даже от обычной бытовой розетки примерно за 8 часов. Длина электрик кар K5 не превышает 2,2 метров, а ширина 1,1 метра. При этом внутри могут разместиться сразу два человека – водитель и пассажир. Харли-лимузин Невероятный гибрид лимузина и мотоцикла был показан в 2012 году в рамках автосалона в Эссене. Передняя водительская часть, а также руль с колесом очень точно повторяет очертания мотоциклов бренда Harley Davidson. А вот задняя часть, как у любого лимузина, похвастается вместительностью – там могут разместиться до 8 человек. Это на 100% кастомный транспорт, и салон порадует отделкой из натуральной кожи. Доступ внутрь удобнее, чем у стандартных лимузинов благодаря высокой крыше. Дополнительные уникальности дизайну придают двери типа «крыло чайки». Сити-Трансформа Этот компактный автомобиль был разработан специально для чрезмерно загруженных дорог Израиля и призван частично решить проблему постоянной нехватки парковочных мест. Главных особенностей здесь две. Первая – непосредственный размер, который позволяет увереннее маневрировать на дорогах большого города. Вторая особенность – это складная конструкция шасси. Во время остановки Сити-Трансформер способен уменьшить собственную ширину до 1 метра, что значительно упрощает парковку. При этом максимальная скорость движения составляет 90 км в час, а запас хода – 180 км. Зарядка до 80% будет выполняться за 30 минут. Ноуби 100 GT Вдохновением для создания этого автомобиля стал популярный в прошлом десятилетии Volkswagen Juke. Специалисты американской компании Ноуби задались с целью создать транспорт, который также отличался бы необычным внешним видом и компактностью. 100 GT – это трехколесный автомобиль, наделенный электрической силовой установкой. Запас хода достигает 260 км, а предельная скорость движения составляет 145 км в час. Модель является двухместной, однако получила вполне просторное багажное отделение. Несмотря на внешнюю хрупкость, Ноуби 100 GT выдерживает умеренное бездорожье, уверенно едет по песку, снегу и грязи. Цена начинается от 2500 долларов. Envo Snow Bike Kit Набор стоимостью 2800 долларов способен превратить ваш велосипед в совершенно новый транспорт, способный без труда ездить по снегу. Вместо переднего колеса устанавливается лыжа, а вместо заднего – гусеничная платформа. Таким образом, Snow Bike Kit от Envo позволяет велосипеду получить высокий уровень проходимости, ну а лыжа спереди значительно облегчает движение, так как снижает сопротивление с дорогой. Набор работает от электричества, запас хода хватает на 7 часов катания. Максимальная скорость движения – 15 км в час. Ecoma Tatamel На сегодняшний день данный транспорт является лишь функциональным прототипом, однако у него есть все шансы увидеть серийное производство. Специалистам японской компании Ecoma удалось создать по-настоящему уникальный мотоцикл. Компактен он и в обычном состоянии, а в сложенном же настолько мало, что легко уместиться под рабочий стол. На эксплуатационных характеристиках такая конструкция никак не сказалась. Максимальная скорость движения составляет 40 км в час, а запас хода достигает 50 км. Stata LE Следующий транспорт, о котором пойдет речь, опровергает распространенное мнение, что самокаты – это исключительно детский транспорт. Stata LE получил минималистичный и очень взрослый дизайн с крупными колесами и плавными линиями металлической рамы. Максимальная развиваемая скорость модели составляет 48 км в час, а запас хода – 80 км. Разработчики называют свое детище одним из самых мощных и функциональных электрических самокатов в мире, и как минимум мотор мощностью в 1000 Вт заставляет с этим согласиться. Цена – около 4000 долларов. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Брайн Тайм! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны – все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете!